Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прошла уже неделя, как я общаюсь с парнем, с которым виделись из интернета. Мысли о нем не покидаю. Стараюсь отвлекаться, работаю, учиться. Понимаю, что вместе не будем. Я ему не нужна, но все равно думаю о нем. Расстались мне на хорошую ночь. Он хотел горе с выгоду от меня, а я, как узнала, сразу перестал с ним общаться. Он начал отзываться. И на этом все, я его везде заблокировала. Прошла неделя, я его разблокировал. Он так и не позвонил, возможно забыл. Не знаю, как быстро думать о нем. Виделись три раза. Общались месяц всего. Ну что же. Здесь к вам, конечно, сразу есть несколько вопросов. Вот, во-первых, если вы думаете о молодом человеке, то о нем думаете конкретно. То есть, ну, буквально. Вот буквально, что вы о нем думаете. Что вы думаете. Какой ход, вид принимают ваши мысли. Вот. Потому что, ну, то что вы о нем думаете, это понятно. То что вы о нем думаете. А вот что именно вы о нем думаете, да. Вот. Это вот пока как-то, ну, я бы сказал, не совсем очевидно. Что конкретно вы о нем думаете. То есть, к чему, к чему стремятся, к чему стремятся ваши мысли. Вот. И куда они, вот, так скажем, ваши мысли, ну, двигаются, направляются. Да. То есть, то есть, вот это пока совсем не очевидно. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что, значит, мужчина хотел там выгоду с вас. Вот. А вы говорите, вы говорите о том, что, как только вы узнали об этом, о том, что он от вас хотел какую-то выгоду, вы сразу с ним общаться стали и, ну, и заблокировали его. А потом вы его обратно разблокировали. А извините, а что изменилось? То есть, вы думаете, что он, ну, перестанет хотеть от вас выгоду или что? Вот. Что изменилось там? Что вы снова его, получается, разблокировали. Вот. То есть, как-то у вас какая-то надежда появилась на то, что он изменил там к вам свое отношение или что? Вот. Хотелось бы, ну, хотелось бы как-то вот на это немножко обратить ваше внимание. Да? Потому что, ну, пока не совсем, не совсем понятно. Дальше, значит, я думаю, что в эту ситуацию, вот, в которой вы оказались, да, вы попали не случайно. Как не случайно вы оказались в ситуации, где, в общем-то, вы общались с человеком, получается, из интернета. Вот, и, вот, так, сильно, я бы сказал, переживаете из-за этого, из-за этого человека. Чаще всего, вот, подобное происходит, когда, ну, вот, в реальной жизни человек боится, ну, боится сближения, да, боится контакта. Вот, и, вот, тут, так вот, ну, так, так получилось, да, что вот с кем-то вы смогли, значит, вступить в коммуникацию, вот, с кем-то у вас получилось вступить в контакт, вот. Вот, и, в общем-то, этот человек, он моментально стал для вас очень важным, вот. То есть, ваша задача здесь, на мой взгляд, увидеть, вот, что это было у вас за состояние, когда вы, вот, выступали с ним в общине, вот, то есть, в каком вот вы находились. Состояние, с чего, с чего вам хотелось, вот, и так далее. То есть, по-моему, всегда тут у вас присутствует некое такое, ну, ощущение потери, потерянности в вашей собственной, вот. И, как будто бы, вот, без этого человека ваша жизнь вам кажется совсем-совсем неинтересной вообще. Я, конечно, не знаю, вот, значит, ну, как обстоят дела, да, ну, вот, на мой взгляд, это довольно-таки бросается в глаза, вот. И, в общем-то, если я подбак, если я подбак, то, естественно, с этим что-то нужно делать. Вот, вне, ну, вне всякого ваших сомнений. Вот, то есть, с этим, ну, с этим нужно что-то делать. Вот, как-то, как-то так. Пожалуй. Ну, а там все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что это будет вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи! На т39. Продолжение следует...